В Тайлэнде завершился Королевский Кубок Мира по тайскому боксу. Чемпионами мира стали Максим Сазонцев и Армен Петросян. Этим утром чемпионы у нас в гостях вместе с тренером Вали Базаровым. Доброе утро, ребята! Доброе утро! Мне, как человеку, не совсем далекому от спорта, интересно, сколько нужно тренироваться, чтобы достичь таких высот в единоборстве, особенно в таком, как тайский бокс. Это на вопрос? Да, это на вопрос. Или тренеру? Может быть, у вас разойдутся показания с вашим тренером? То есть, вы считаете, одно тренер скажет по-другому? Я считаю по-разному. Каждому по-своему, да. Много работы. Ну, вот вы сколько тренировались для того, чтобы... Я четыре года боксирую вообще. Так же четвертый. Но я до этого занимался каратэ 12 лет, поэтому мне легко дался. То есть, определенная база все-таки есть? Да, все равно определенная база была. Но, тем не менее, у каждого человека свои способности определенные. И все зависит, конечно, от методики подготовки. Если заниматься, допустим, ну, не методично, там можно всю жизнь идти к этому достижению и так и не достигнуть. Ну, все нужна система. Конечно, обязательно, обязательно. Вопрос к ребятам. Скажите, пожалуйста, как вы умудрились? В Таиланде бокс тоже тайский, увести победу оттуда. Как тайцы вообще на это пошли? Не, ну, вообще, если честно, в наших весах тайцев не бывает. Они до 75 килограмм где-то доходят. Но все равно очень сильные спортсмены, то есть, сильнейшие в мире приехали туда. Это очень жесткий вид спорта. Чемпионат мира, да. Слабых соперников туда никто не вез. Самые сильные первые номера сборных, поэтому... Были очень серьезные сетки бойцов. То есть, все достойные ребята. И тайцев били, то есть, под... Таец, не таяц, все одинаково готовятся. Все одинаково готовятся и все одинаково получают. Да, правильно. Ну, теперь о технических каких-то делах. Чем, ну, для непосвященных зрителей, грубо говоря. Чем отличается тайский бокс? Он же Муай Тайпом называется? Да, Муай Тайп, да. Чем он отличается от обычного бокса? Не, ну... Ну, бокс это же руки. То, скорее, чем тайский бокс, отличается... Можно я сказать? Значит, тайский бокс, да, он же самый Муай Тай. Отличается от всех видов других единоборств. Тем, что применяются удары руками, ногами, коленями и локтями. Локти практически везде, во всех видах убраны. Ну, буквально пару версий осталось в ММА. Локти, это же очень жестко и крайне травмоопасно. Самый... В основном, по статистике, вот на чемпионате, нокаутов больше всего было локтями сделано. То есть нокауты существуют? Да. Очень много. Сечки и нокаутами. Сечки, это когда разрыв идет... Рассекается. В лицевой зоне, и затекает кровью, невозможно биться. Серьезно. Слушайте, а вот сразу такой вопрос. Многие спортсмены, которые боевыми ударными техниками владеют, они как-то набивают костяшки, чтобы как-то руки набивают под эти вещи. А локти с коленями как? Как вы укрепляете локти с коленями конкретно, чтобы они не трескались, а металлические черепа тайские? Покажите, Валю Баханович, как вы даете. Нет, это специальная подготовка идет, когда идет укрепление именно ударных частей тела. Но это тоже нужно заниматься настолько аккуратно этим делом, потому что можно травмироваться и всю жизнь остаться травмированным. Поэтому постепенно методически тоже укрепляем ударные зоны. После чего парни выходят и работают свободно, не получая травмы, никакого дискомфорта, ведут свою технику боя свободно. А можно в безопасном режиме сейчас рискнуть моим коллегой, но я надеюсь, что никакого риска в этом нет, и показать пару приемов, которые в том числе вас к победе и привели. Слав, желаешь попробовать? А то я так тебя не спросив. Да я что? Я человек подневольный. Мне сказали, я сделаю. Ты ко всему готовый, ты человек, я в тебя верю. Я думаю, если два чемпиона побьют... Ты просто представляешь, что ты будешь бить чемпионами мира по тайскому боксу совершенно... Я буду валяться на полу, делать селфи и подпишать. Меня избили чемпиона мира по тайскому боксу. Это совершенно не зазорно. Ребята, покажите, пожалуйста, пару приемов. Ну, вот, допустим, напал на меня хулиган. Хулиган? Хулиган, который требует от меня различного рода материальных ценностей. Как я ему могу ответить, ну, кроме как... Пожалуйста, дяденька, не бейте. Может, смотря что ты хочешь, как он нападет на тебя. Ну, вот, давайте вот так встань, допустим, он, я не знаю, взял меня за грудки. Вот что я в этом, в этот момент могу сделать, как ответить? Смотри, берешь, если брать именно тайскую технику, да, можно взять клинч и начать удар коленом. И сработать локтем. Сверху, снизу. Работа в ближней дистанции. Да, разная. Можно сделать скрутку. Здесь ударить коленом. Оп, разная техника. Кстати, вот... Вот для них это, собственно, тренировочный удар коленом. А когда он коснулся меня коленом, я думал, что у меня там хрустит. Был вопрос. Я чувствовал ты что-то... Да, да, сразу пришло ощущение того, что, в принципе, с чемпионами по тайскому боксу нужно быть крайне аккуратным человеком. С чемпионами по тайскому боксу нужно дружить. Ребята, скажите, чем занимаетесь в обычной жизни? Работаем, учимся. Профессия, увлечение помимо спорта? Да, конечно, работа. В этом году закончил университет. Вот. Сейчас работают, тренировки так же все. Ну и так, хобби еще параллельно какие-то, если время остается. Как новые знакомые реагируют на увлечение тайским боксом? Да, все очень сильно удивлены. Нет, ну как? Новые знакомые. Новые знакомые в ряде, да, скорее новые достижения, то что такие, да. Все удивлены очень, поздравляют по сей день, как бы уже приехали полторы недели назад, как бы порой неожиданно еще кто-то поздравлять умудряется, как-то так. Ну, приятно, конечно. Но больше становится благодаря вам, если не там фанатов, то может быть даже и спортсменов, которые начинают заниматься этим видом спорта. Ну, мы на это надеемся. Мотивируешь людей все равно, конечно. Охота, чтобы край развивался в этом направлении, потому что тайский бокс – очень хороший вид спорта, как таковой. И очень хотелось бы, чтобы у нас было больше участников на чемпионатах мира. Вообще, в принципе, чтобы ребят в сборной попадало много. Ну, вот маленькие дети со скольки лет могут начинать заниматься в тайском боксе? Да, и с шести лет дети занимаются. С шести лет? И дети показывают какие-то… Вообще, в Таиланде с пяти лет они уже выходят на ринг. С пяти лет уже профессионально, без защиты, только в перчатках, да. Так, а в России, в Красноярском крае со скольки есть? В России у нас существуют определенные положения, Министерство спорта, поэтому после 11 лет, 12 лет можно участвовать. А заниматься техническими действиями и физическими действиями можно, ну, гораздо раньше. Ну что, мы вас поздравляем с такой победой. Возможно, даже еще многие не успели оценить, насколько эта победа большая. Правда, большое огромное спасибо за то, что привезли ее в Красноярский край. В гостях у нас, давайте, напомню, еще раз представлю наших гостей. Максим Сазонцев, Армен Петросян, чемпионы мира по тайскому боксу, которые привезли эту победу из Таиланда. А также Валерий Базаров, который, собственно, тренирует чемпионов мира по тайскому боксу. Доброе утро, ребят. Мои ребра будут помнить ваши колени.